Мне приятно, когда меня узнают работники ГАИ. Ее песни, ее творчество и яркий имидж запоминаются сразу. Когда меня приглашают в кино, я говорю, что очередной стеру сыграть? Айжан, вы используете свою популярность? Вот Бахтиген с Сейным Балакундерем. Этими прекрасными строчками назвали конкурс и пригласили меня. Мы тоже надеемся, что Маслихат услышит, услышит руководство города. Говорите, говорите, такие приятные слова все-таки. Какие вы планы строите на этот год? В роду клоунов не было, вот будешь учиться за поступами, уже факт. Популярность лишь поначалу кажется судьбой. Потом это нередко ирония судьбы, которую до поры до времени поддерживают печать, СМИ, радио и телевидение. И горячность особо преданных поклонников, говорил актер Андрей Миронов. Сегодня у нас в гостях женщина, для которой слово «популярность» очевидное и заслуженное, потому что ее знают и любят миллионы людей. Ее песни, ее творчество и яркий имидж запоминаются сразу. Сегодня у нас в гостях очаровательная звезда эстрады Айжан Нурмагамбетова. Спасибо, девушки. Говорите, говорите, такие приятные слова все-таки. Прямо так приятно. Я буду начинать. Здравствуйте, уважаемая Жанна. Большое спасибо, что вы сегодня пришли. Вам спасибо, что пригласили. У казахов есть великолепные пословицы. Не ходи туда, куда тебя не зовут, и не отказывайся от мест, куда тебя приглашают. И поэтому по вашему приглашению, по приглашению Медиа Академии, под руководством великолепной группы Ахор Хасановой, я оказалась здесь. И, как поняла, вы выпускницы. Вы теперь наполовину или частично мои коллеги. Да, но я училась этому пять лет. Мы только учимся. Я не волшебник, я только учусь, да? Ну что ж, волшебницы, задавайте ваши волшебные вопросы. Айжан, вы невероятно красивая, талантливая, яркая, очень запоминающаяся певица. Скажите, вы когда-нибудь мечтали от такой своей популярности? Ну, конечно, всегда с детства мечтала, но только я не мечтала быть певицей. Я хотела стать киноактрисой. Актрисой, киноактрисой. Ну, насмотрелась в детстве русских сказок, Настенька, Морозка, царевна Будур, волшебная лампа Аладина. Ну, не получилось. Потому что, если бы не моя твердость характера, то и певицы бы из меня не получилось. Потому что по настоянию семьи я была бы кем-нибудь или обязательно врачом, или же учителем, педагогом. Кем-нибудь вот что-то такое. Ну, правда, еще у родителей была мечта, чтобы кто-то из детей стал хирургом, военным хирургом. Но это относилось больше к мальчикам. Ну, вот так в актрисы меня не брали. Но нет, предложения были, особенно после школы, когда ты идешь с косой там. Я с косой долго ходила. Девочка хочет сниматься в кино? Ну, конечно же, я говорила, хочу. Но дальше фото-проб, это ничто не шло. И потом мне уже объяснили, почему это. Во-первых, я была не типаж. Не типаж казахской девушки. Но если учесть, принять во внимание, что Казахстан это настолько великая страна, и когда даже конкурсы красоты, исключая даже все другие национальности, только взять вот коренной национальности казашек, девушек, да? Девочки, знаете, как отличаются северные казашки от южных, восточных, от западных. И у каждой из них такая изюминка, такая красота. Ну, вот я была представительницей северного Казахстана, и немножко не типаж того времени. Как-то говорили, что или у меня мама русская, или я татарка. Сейчас, когда уже появились бешбармаки, когда я прибавил в весе, да, теперь приглашать в кино. Теперь я играю маму главных героинь, бабушек. Там, каких-то там, когда нужно очередную стеру сыграть. А вообще-то я белая, пушистая, добрая, с добрым сердцем. Такая прямо это. Все говорят, что я ракиня по знаку зодиака. Это вообще семейные. Это прекрасные женщины, любящие всех детей, всех на свете, ценящие домашний уют, традиции семейные. Все это. Но почему-то, когда меня приглашают в кино, я говорю, что очередной стеру сыграть. Так и получается. Но я рада, что хотя бы на старости лет моя мечта начала сбываться. А популярность, то, что вы сказали, я иногда, когда слышу от публичных людей, что популярность им мешает, что они устали от этого. Мне кажется, они кривят душой. Вот когда этого, это когда перестает быть, тогда только человек ощущает себя одиноким. А мне приятно идти по улице и что? Со мной все здороваются. Мне здороваются. Я прямо счастлива. Здорово. Альжан, вы используете свою популярность для того, чтобы открывать новых талантов. Вы организовываете вокальный конкурс несколько лет уже. Можете рассказать немного об этом? Вот если бы я была на том месте, я бы сказала, Альжан, вы используете свою популярность? Вот. Это первый вопрос. А уже второй вопрос, то, что пользуюсь своей популярностью, нет, я этим нельзя. Я использую свою популярность, особенно, когда это нужно для какого-то дела. Чаще всего это не для себя лично. Вы знаете, популярность, она помогает. Помогает что-то где-то продвинуть, попросить за кого-то, для чего-то. Хотя бы даже просто ускорить. Вот есть проблемы, которые можно. Я дружу со всеми. Мне приятно, когда меня узнают работники ГАИ. Мне приятно, когда я куда-то прихожу, и все говорят, Идите сюда, какие ваши проблемы, мы вам их решим. А с той точки зрения, которую вы сказали насчет помогать молодым талантам, если они спрашивают у меня, но я думаю, начинать нужно с детства. И поэтому вот 8 лет назад не я была инициатором, было предложение мне организовать такой конкурс и назвать его строчками из моей песни. Это стихи великолепного казахского Акына Мухагали Макатаева. И есть песня, что такое счастье, а счастье это твое детство. И вот бахтиген сейнан балакундеринг. Счастье это твои детские годы, это твое детство. И вот этими прекрасными строчками назвали конкурсы, пригласили меня. Потом они скоропостижно меня покинули на второй год. А конкурс повис на мне, но у меня прекрасная команда, которая начинала вместе со мной. То есть те, которые идею подали и предложили, и первый год были вместе с нами, они просто ушли. Осталась моя команда. Моя команда это я. Вот это Бек Уралбеков, певец и композитор, солист группы Проспекта, автор многих популярных песен для звезд. Вот это Брлек Аман, это молодой мальчик, это мой директор, впоследствии стал после этого конкурса, вот уже 8 лет, 8 год. И, конечно же, хореограф Алия Кудайберген. Она великолепная сама танцовщица, балерина, хореограф, работает в госцирке. Вот наша команда, это 4 человека, которые, надеюсь, в этом году, 8 год, мы проведем этот фестиваль. Он изначально задумывался, как реалити-шоу, что он будет идти не один день. Задумывался, как телевизионный, музыкальный, только вокальный. Потому что есть конкурсы, в которых приглашают детей, их очень много, там много жанров. Это инструментальный, это там чтецы, хореографы. Хореография все вместе нет. У нас только вокальный, потому что мы отвечаем по своей профессии. А хореография, это мы, он чем интересен? Это живое исполнение талантливых детей со всего Казахстана от 6 лет до 16. Вот и проходит в три тура. Первый тур, это казахстанский хит, дети исполняют вживую. И второй тур, это зарубежный хит. И наши дети настолько талантливы. Мы предполагаем и уже видим результаты, что эти дети — это будущие звезды Казахстана. Это дети, которые поют на всех языках, это и на зарубежных. И поют они, как вам сказать, мы стремимся и стараемся, чтобы развивать мелизматику голоса, чтобы у них репертуар был. Они могут повторить любой мировой хит. Да, любой мировой хит. И в то же время, не забывая свои корни, казахстанские хиты, в которые включается, кстати, и традиционная музыка. Правда, за все 7 лет, надеемся, что в этом году 8 раз он тоже пройдет, за 7 лет у меня было только 3 певицы, девочки, которые идут по стопам такой звезды, как Биби Гуль Тулликенова. Это коллакторная сопрано. И они, между прочим, уже, скажем, представительницы выступают на многих конкурсах. Могу гордиться, что у нас 4 студента в Академии Жургенева, что студенты в колледже, который я заканчивала, который назывался раньше Республиканская студия эстрад циркового искусства, и сейчас называется колледж, вот, трехгодичный. Да, и многие у нас, вот, Дениза девочка одна из тех, причем мама у нее представительница славянской национальности, отец сказал, да, и вот она та, одна из первых, которая вот идет по стопам певицы Биби Гуль Тулликенова. Она была в Израиле, заняла там гран-три, участвовала еще во многих конкурсах. У нас Айлан Муканов, он студент вокального факультета в Жургеневке. Он в Париже, во Франции, занял первое место. Ну вот, и мы следим за ними. У нас есть мальчик из Чимкента, прекрасный мальчик, Саган, вот, он финалист, голос, дети, прошлое дню, голос, дети, финалист. Это когда тройка финалистов выходит, вот, ему 11 лет. У нас великолепные есть такие голоса, просто, думаю, что, думаю, что это будущие казахстанские звезды. Недавно был один телевизионный проект, называется... Вот можно называть Гульбахора проекты? Каналы, проекты называть можно, Гульбахора? Можно. Недавно на одном из телеканалов, если можно называть канал, то это канал Хабар, открыли новый проект, называется «Пять звезд», без шелдос. «Пять звезд» — это вот пришли как наставники, одной из них была я, и нам сказали, возьмите с собой, но не ребенка, конечно, а достигшего совершеннолетия, вот, 18-летнего, вот, чтобы 18 лет было, вот, вашего, ну, скажем, вашего воспитанницы там или кого-то. И я помню, что у нас девочка, которая заняла первое место в Гран-при в 18-м году, я посчитала, вот, мы же, мы их всем видим, она студентка факультета, она студентка академии Жургенева. Мы следим за всеми, мы, у них у всех чаты, каждый год они со слезами уходят с нашего конкурса, но они все в этих чатах, они переживают друг за друга, они голосуют друг за друга на всех конкурсах, мы всегда в курсе, где они, что. И вот, когда я слышала, что вот, это юная певица Айгерим, вдруг, эта певица, ну, у нас была девочка Айкина и Ордена, я посчитала, что ей 18, она же сейчас студентка, я думаю, давай-ка я ее приглашу. И я обратилась к ней и сказала, она говорит, я три года не пою. Я говорю, почему? Почему? Вот настояние родителей. Я же тоже студентка, закончила КАЗГУ факультет журналистики, это тоже вот родители. Но я, я ей так и сказала, я одновременно гонялась за тремя зайцами, то есть я одновременно вот училась на журфаке, в это же время я пела, родители об этом долго не знали, и потом уже после этого из родной студии, потому что в наше время, советское время, нужно было иметь музыкальный музей, еще и вышла замуж, еще и родила. Так что у меня было не два зайца, а три. Я зарабатывала, училась, еще и сына родила замуж, вышла. Я говорю, вот так ты и должна, не бросай, потому что кто знает. Вот. А она, оказывается, поступила на факультет режиссура, телевизионная режиссура. Ну и что вы думаете? Она пришла и победила. За два дня, два дня репетиции, день репетиции, вот два дня репетиции, потому что талантливый человек, он же во всем. И я вижу, как уже многие, которые ее увидели, уже приглашают на свои концерты. А пока еще наша программа не вышла телевизионная. Но, правда, одна из звезд наших привела на этот, на этот конкурс-концерт. Девушку, которой, вот скажем, на сколько лет она есть, на 20 лет старше, но девушку, которая участвовала во многих конкурсах и в Голос Казахстана, и в Болгарии Гран-при, я просто сказала, зачем? Получается, что все зрители сказали, что первое место у моей девочки. А по голосам, ну, мастер, класс должен был показывать та девушка, вот, но сказали, потому что популярности нет. как бы она не участвовать, все, пользуясь случаем, нужно было появиться в проекте. А так, по баллам, по всем, моя девочка на 3 балла отстает, на 4, на 3, на 5 баллов отстает от нее, но если сравнить, что человеку 38, а здесь 18 и 3 года не пела, и зрители за нее все проголосовали, и мало того, голосовали не зрители, а голосовали звезды. это было 30, вы знаете, как в российском шоу-бизнесе, когда там 100 человек стоят и голосуют, то здесь было 30 человек. Ну, так, так что, вот, видите, этот конкурс, фестиваль, дай бог, чтобы он в этом году прошел, мы очень сильно ждем рассмотрения нашего конкурса в Маслихатом, и надеемся, что Акимат все-таки примет участие и нам будет легче, потому что этот конкурс материально затратный, это телевизионный, это сцена, это, но интересно, вот, могу похвастаться, что билеты на концерты мы не продаем, в зале у нас, при нем сидят в зале дети, дети из многодетных, малообеспеченных семей, дети из детских домов, а в этом году, вот, в прошлом году, седьмой сезон, половина участников из двадцати были из таких вот семей, многодетных, малобеспеченных и из детских домов, это означает, что вся материальная часть ложится на наши плечи, так было всегда, мы остаемся в долгах, и поэтому обращаюсь к Маслихату города Алматы и к Акимату, чтобы все-таки наш конкурс был поддержан, надеюсь, к Акимату чтобы наконец-то хотя бы в бюджет, потому что очень трудно, потом мы, я полгода потом рассчитываюсь своими гонорарами и стыдно перед своей командой, которая работает совершенно бесплатно. И я благодарна всем звездам, которые не отказываются приходить к гала-концерт, третий тур это гала-концерт, в котором они участвуют совершенно бесплатно, все звезды, Алишер Каримов в шесть лет с нами, он как наш, как это называется, талисман, да, и многие звезды, все, кто у нас принимал когда-то участие, принимают, у нас дети плачут, уходят, потому что сбываются их мечты, они ведь выбирают звезду, они говорят, я хочу петь с Амри, я хочу петь с Луина, я хочу петь с Мархабас Аби, я хочу петь с Алишером Каримов, я не жалю, я хочу петь с Маржан Рапаев, они выбирают таких звезд, у них хороший вкус, да, вот, только я одна с ними не пою, вот, но за этим всем, как говорится, приглядываю и стараюсь выполнять их желания, надеюсь, что все-таки в этом году наше желание сбудется, и моя команда наконец-то хоть раз в жизни, раз в мире получит гонорар, может быть, да, самое интересное, что я еще хочу сказать спасибо всем хореографическим группам города Алматы, вот, всех, всем руководителям, особенно Елене Рудиковой, которая уже сейчас спрашивает, потому что детские коллективы ставят этих, выступают вместе с этими детьми, потому что вот там всем хореографические постановки с детьми, дети, это же вообще великолепное шоу, и сцена иногда оформлена у нас не хуже, а даже иногда и лучше, чем оформляет себе сцену звезды, ну, а фестиваля, наверное, достаточно. Это очень такой большой социальный проект, на самом деле, и вы открываете... Да, мы считаем, что это социальный проект, больше даже. Это, в первую очередь, социальный проект, конечно, но сейчас мы тоже надеемся, что Маслихат услышит, услышит руководство города, потому что это проект имеет республиканское значение, а как сейчас, пока не участвует государство, я так поняла, как сейчас, есть ли какие-то спонсоры, или, может быть, обещают что-то, частные инвесторы, кто-то же должен участвовать все-таки в этом? Ну, как должен участвуют люди, которые уважают нас. Просто на личных отношениях. Я могу сказать, что шестой сезон был великолепен, у нас был спонсор, вот, это была Айнур Рахимова, это бизнес-леди, и большое спасибо до сих пор, что она была спонсором этого фестиваля, конечно же, но, я думаю, что таких спонсоров должно быть несколько, чтобы все это оправдать, потому что дети приезжают туда не только работать, они отдыхают, каждый ребенок приезжает, вот это как летние каникулы, это месяц июль, они приезжают не только заниматься, репетировать, записывать, голоконцерт записывается, это еще дополнительные расходы, вот они живут в особняке трехэтажном, это проживание, четырехразовое питание, завтрак, обед, полдник, ужин, все это есть у нас, и одновременно у них, это транспортные расходы, у нас три концерта, это мы их и на Коктюбе, они и в аквапарке, мы их по музеям, и караоке, и в аквапарке, ребенок должен отдыхать, это мы приглашаем аниматоров, чтобы все у них это было, чтобы они запомнили это, вот, а нас операторы снимают их с утра до вечера, каждый их, как они играют, как распиваются, все, вот это, игры, они смотрят фильмы, в общем, месяц, который запомнится им, они настолько становятся такими дружными, старшие с младшими, ухаживают, смотрят, хотя у нас на этот момент есть два воспитателя, у нас даже есть два врача, да, вот так, и это все-таки расходы, особенно транспортные, мы поняли, что вот эти автобусы, которые мы заказываем, если пять часов на Коктюбе, там дают концерт, отдыхают, там пять часов не может автобус стоять, и чтобы, а они не соглашены, мы потом уже нашли выход, мы на такси возить их, понимаете, это поездки даже на студию, поездки на фото, фотостудию, ну, такое, где-то мы, они интервью дают, ну, таки, если бы это мог взять на себя Кемат, чтобы как-то транспортные расходы, потом, еще, большое спасибо, например моему супругу, который оказался, у него оказался друг, Галамжан, который работает в клинике совместно, Южно-Корейская с Казахстаном, клиника, который вот во время пандемии, они оплатили нам павильон, вот это мы написали письмо, на английском языке, в Южную Корею, с подачи, вот они, акционеры, этой, этого, этой клиники, вот, большая благодарность, даже такое есть, но вот свои, сам город пока еще молчит, хотя, мы никогда не афишировали, в прошлом году, впервые в инстаграм стали выставлять, как они живут, как отдыхают, как занимаются, чем вот тогда, все поняли, что он отличается, этот конкурс от всех, это реалити-шоу, почти месяц, почти 25 дней, это в конце результат, три, полноценных, великолепных концерта, со всеми вытекающими последствиями, со стилистами, визажистами, с балетом, с телевизионными съемками, это шесть камер, что у нас снимает великолепный режиссер, каждый год, который год уже, Марина Макатьева, которая снимала мои юбилейные концерты, конечно же, мы их всех просим, спасибо большое Марине Макатьевой, что она, за один гонорар, я не буду сильно уж говорить, там, конечно, со скидками, там, я говорю, снимешь три концерта, это дети, но я думаю, что у всех бы была нормальная оплата, если бы нас взял, все-таки нам стали помогать, если бы нам город начал помогать, большая просьба, маслихат города Алматы. Ваш сценический образ, это просто вау. Кто его придумал и с какими дизайнерами вы сотрудничаете? Ну, вообще-то, дизайнеры появились только в последнее время, если я 45 лет на эстраде, то первые мои шаги, это была я сама, стилистов у нас тогда не было, дизайнеров тоже не было, мы просто, дизайнеров как-то там, это были швеи, это было КАСТО, казахское театральное общество, где нам шили костюмы, потому что это, я вот 5 лет у него, университета и 2 года эстрадной студии, 7 лет, я работала в программе Варьете, вот, после того, как, ну, я начинала это, с 6 класса, это, дворец железнодорожников, на первом мате, там, я поменяла за, в 9 лет я попала в Алма-Ату, из города Кустанай, с Ареколь, вот, и с 9 лет я оказалась маленькой хозяйкой большого дома, потому что я была самой старшей, самой старшим ребенком в семье, вот, нас было 9, 7, 5, 3, я самая старшая, у нас был частный дом, это была печка, это была первая Алма-Ата, я поменяла, сначала у меня была 86-я школа, потом 49-я, и в конечном итоге я закончила 83-ю школу, Шолохова, Сейфулина, и вот там, как раз по Сейфулина, чуть выше нашей школы, дворец железнодорожников, и я там была, в хоре участвовала с 6-го класса, потом пела в вокальной группе уже, потому что педагоги звали, потом солировать начала, а в школьные годы, уже в старших классах у меня подруга была флейтистка, которая привела меня, опаздывая на свою репетицию, привела меня, знала, что я пою, привела в ансамбль, как много девушек хороших, это областной дом учителя, который находился, Карла Маркса и Комсомольская, сейчас это Толи Би и Кунаева, и это, его недавно снесли, этот областной дом учителя, там был ансамбль, как много девушек хороших, руководил этим ансамблем Игорь Дмитриевич Сафьянов, которого не стало два года назад, он уехал в Грецию, Сафьяниди, Сафьянов, вот, и, и вот, первые мои выходы на телевидение были с ансамблем, как много девушек хороших, там было, мы давали концерты, меня как раз недавно на одной из программ спрашивали, где был ваш первый концерт, я сказал, ну, в шестом классе с хором вместе, да, в малиновых платьях, мы там пели пионерские песни, там, и про барабанщиков, все это, а вообще на телевидении с ансамблем как много девушек хороших, и концертный первый был в школе МВД, Академии МВД, город Караганда, до сих пор помню, когда я в гостинице увидела мужчин накрашенными глазами, сказал, здесь мужчины красятся, мне потом объяснили, это шахтеры, у них угольная пыль въелась, ну, вот это были первые такие шаги, на сцену прям живем, когда, и наш Игорь Медвеж выходил, и говорил, а вы сейчас вы увидите, на что способны 13 великолепных девушек, когда ими руководит настоящий мужчина, он пел песню, как много девушек хороших, и уходил, потом выступали мы, в этой солисте до сих пор, была Танечка, вот она была еврейской национальности, то у них была Наташенька Блинова и была Надя Угай, и они долго искали девушку-казашку, как я всегда смеюсь, и говорю, чтобы ей симпатичная была, и ноги ровные, и пела хорошо, но этой казашкой оказался я. И вот с этим коллективом впервые мы были на телевидении, и тогда у меня песен не было, я спела песню Искендер Хасангалеева «Асларман» и песню Джорджа Марьяновича «Вернись, Марьянна», вот эти две песни, но родители все, они сказали, в роду клоунов не было, вот будешь учиться за поступаемый же факт. Я уже об этом говорила, что это мои педагоги, особенно педагог по русскому языку и литературе, вот который плакал над моими сочинениями, посылал меня на Олимпиады, она сказала моим родителям, что из меня должна получиться писательница, на худой конец журналистка, поэтому по настоянию родителей перед вами поющая журналистка. Но сразу с первого же курса, я пела сначала на Юрфаке, ребята же увидели, меня видели по телевизору, салагу такую, потом на Юрфаке, потому что декан возмутился, почему-то там. Сразу первый же конкурс политической песни, я спела песню «Малая земля», и ко мне подошел мужчина и сказал, что 7 часов вечера Кирова Масанчи ждю. Я тогда не знала, человек мне казался старым, лет 30, наверное, был. Ну, когда тебе 18-19 лет, тогда ты же думаешь, что все, кому 30, это уже глубокие старцы. Вот он еще так с акцентом сказал «Ждю». Ну, я не знала, кто это, но я знала, что на Кирова Масанчи, сейчас это Масанчи и Богинбай Батыра, был Мехмат, и там был большой зал, механико-математический факультет, и там был актовый зал, где всегда собрания, большие концерты проходили. Я знал, что там общий университетский ансамбль. Вот я пришла к ребятам, конечно же, и в это время дверь открылась, и входит этот человек, и все встают в струнку и кричат «Сейдула, алия!» Это был «Сейдула Батиреков», который мне написал первую песню, которая называлась «Бележество», которую поют сейчас другие писцы. Это была первая песня, написанная мне. Вот пять лет я там пела, на всех студенческих олимпиадах, но с первого курса моя знакомая подруга, более старший состав ансамбля, «Как много девушек хороших», на которой я знала, это которые были до нас, она сказала, «Ты что сидишь?» Там из Варейте ушла на Гимаис Калиева, в ансамбль «Гульдер», там объявили конкурс «Иди!» При слове Варейте я вздрагивала, мне казалось, что это как улица красных фонарей, знаете, для меня. Да, вот. Я пришла, посмотрела, что это обыкновенный концерт, так же, как вот, я ходила на концерт ансамбля «Гульдер». Я смотрела на этих балет. Одна балерина уезжала с моей остановки, когда я в школу, я на нее смотрела, видела, как она крашена, как она одета, и говорила, я тоже внутри себя, я тоже такая буду, я тоже такая буду. Она уезжала, а я шла в школу с портфелем, в конечном итоге потом я оказался еще в ансамбле Гульдер. Вот. Я посмотрела, что концерт такой же, ну концерт, такие же танцы, балет, специалисты выходят, поют, сзади стоят музыканты, и это все продолжается один час. Меня это установили. Ну я пошла на этот конкурс, меня сразу запихнули в дуэт и в трио. А на вопрос, а когда я буду петь соло? Мне сказали, а соло надо заработать. И первые же гастроли в Ригу, два на два, три месяца. Хорошо, что там гастроли были только летом, когда каникулы. Ну вот. И первые же, первые же гастроли в Риге, когда мне пришлось еще и соло петь, потому что там певицы, которые приехали из Алматы, попросили деньги за каждый выход. Их отправили, сказали, ну ты хотела петь живью, это как его соло, ну давай. Я за ночь выучила две-три песни и выходила в дуэт, потом в трио и соло. И у меня зарплата была, девочки, я была богатой студенткой. Вот, у меня, пока я пела в дуэте и в трио до гастроли, у меня было 98 рублей. Это же 98 рублей, это же. У меня папа учился в высшепартийный школик, вот, его послали в Алматы, у него стипендия была, 100 рублей. Так получается, что, ну это стипендия у них, у студентов. А здесь у меня зарплата 98. Ну, минус там подоходный налог, минус там комсомольский взнос. Ну, после приезда из Риги в Алматы у меня было 120. Оценили. Ну, так, я закончила университет, потом эстрадную студию, потому что нужна была все-таки документ. Даже в ресторане работать без музыковального образования нельзя было. Вот. Так что, но человек, который сдавал научный коммунизм, не будет изучать историю СССР, я ходила, конечно, там только на технику речи, на сальфеджио, там, одним пальцем. И мы готовили репертуар. То есть меня уже не учили петь, потому что я уже типа на телевидении была. Уже композиторы писали мне песни. Это Бейбудальдинбаев написал мне Ак-Канат, Ак-Тле, Аки-Зи-Си-Е. Эти песни ушли в народ. Мне приятно. Вот. И даже Тулиен Мухаммеджанов и Кенец Дусикеев в это время записывали свои пластинки. И в этих пластинках дали мне по одной песне. И в 85-м году мне посчастливилось попасть в Москву на 12-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И почему-то меня туда отправили не как солистку в Варите, а солистку в Казах-концерте. Знаете, вот как это? Сейчас 25 лет я уже солистка в Казах-концерте. А после того, как я приехал оттуда лауреатом, ну, дали бумажку, лауреат, диплом лауреата, опять раздался звонок. Кстати, многие говорили, а как-то один певец, ученик Серкибаева, он тоже работал в Варите. Я всему научилась в Варите. Там, потому что это великолепные музыканты, если всех перечислять, я даже боюсь кого-то не сказать чью-то фамилию. Кстати, там потом оказался и Седло Батя Реков был директором. Первый это был Воллерд, великолепный директор. До сих пор не могу забыть Николая Ивановича. Это, вот фамилию забыла, Николай Иванович, он был балетмейстер или хореограф, репетитор, который занимался с балетом. Ему было 74 года, вот столько за 7 лет, мне настолько запомнился. Он дедушка великолепной Алтынай Асыл Муратовой, солистки Мариинского театра балета, который сейчас в Астане, в театре нашем астанинском оперы и балета. Запомнился, он не пускал балет, девушек, где балета, если она была не накрашена. Он всегда говорил, выйдите, дорогая, и наденьте лицо. Да, он никогда, даже в автобусе, даже в каких-то поездках, даже, ну пусть даже роскошные автобусы, мы, девчонки, сидели, а он всегда стоял такой с тросточкой, вот так. Мы говорили, Николай Иванович, садитесь, вы что, вы что, он говорил, вы что, как это, но даже если ему 74 года, он не должен сидеть, когда, да, есть девушки, даже очень молодые. Он прямо вот возмущался. Я помню, как я родила и через два месяца вышла на работу. Ну как я вышла на работу? Я была 46 килограммов, и когда уже с водой, с ребенком совсем, во мне было 60. И кормила я почти два года, но когда я вышла на работу, через два месяца я была опять 46 килограммов. Но я постаралась прийти, у меня было малинового цвета кожаное пальто с королевским воротником, такая малиновая шляпа. И когда я пришла вот так, он просто встал на колено, расцеловал, мне поцеловал руку и сказал, вы настоящая женщина, вы настоящая актриса. Это такая школа, а музыканты Тахир Ибрагимов, Фархад Ибрагимов, Яков Николаевич Хан, великий джазовый музыкант, Юра Парфенов, который сейчас играет у Лоннстрома Трубач, это Валера Антипов, это Миша Джураев, это Сергей Каргополов, это Володя Капанин, я всех не забуду, это Володя Беляев, многих нет. Костя Ли, гитаристы, барабанщики, Стас, забыла фамилию, это великолепные музыканты, вы что, и поездки у нас были, это было, три раза была Рига, это Даугава, как это еще, и отель Латвия, где мы выступали на третьем этаже, а в подвале выступала Лайба Вайкуль, где мы видели Ольгу Пиркс, по понедельникам были выходные, мы ходили по концертам, мы выступали в Ленинграде, в Тройке, при Балтийской гостинице жили и выступали, это просто прекрасно, это 25 долларов стоил билет, и приходили, это концерт из час программы. Разница была в том, когда мы там выступали, что у нас разница и концерты там, у них, когда идет концерт, не обслуживаются посетители, они сидят, слушают концерт и у них только на столе может стоять бокал минералки или бокал вина. Все, концерт закончился, после этого начинается обслуживание, вот и приходили прямо как на концерты, это большая, большая разница. Это были Москва, Ленинград, Рига, вот за эти семь лет мы в Москве два раза, в Ленинграде, тогда Ленинград, сейчас Санкт-Петербург, это шведы под ключ строили при Балтийской, там занимался фильм Раферти, в общем, великолепный. И в 85-м году раздается звонок и говорят, что ты сидишь, дорогая, звонили музыканты из ансамбля Гульдер, у нас на Гимао уходит из ансамбля Гульдер, опять на Гимао уходит из ансамбля Гульдер, с Сашей Аблаевым они делают ансамбль, она уходит и говорит, объявили конкурс, я говорю, ну да, конкурс, я типа, уже там типа, они говорят, это формальность, но я пришла, да, ну пришла, спела, под рояль, что-то, как прошла конкурс, да, меня взяли, потому что им нужна была певица, наверное, такого, в то время говорили шлягерного типа, шлягерного, поющий-танцующий такая, ну, тем более 46 килограммов, да. Кстати, туда брали на внешность, очень обращали внимание, балет у нас были как куколки в ансамбле Гульдер, как куколки прям, все одного роста, как Фридридж, штат Палас, вот, и певицы тоже обращали внимание и на внешность, и на все, и просто с улицы не брали, вот так редко было такое, чтобы кто-то с улицы взял, пришел, наверное, единственная, самая юная, это была Роза Рымбаева, великолепная, ну, там талант, вот, я не знаю, она сейчас бренд Казахстана, не знаю, вот, мы третий состав Гульдер ансамбля, первый состав это вообще старшее поколение, вот, второе поколение это уже Роза Нагима, Роза Рымбаева, Нагима Искалия. Я отношу себя к третьему составу Гульдер, где уже появились, вот, Симбек Жумагалиев был во всех трех составах, я отношу себя к третьему составу Гульдер, это Махпал Жанусова, я, вот, из молодых, Майра Нуркенова, Симбек Жумагалиев, из молодых, крайними, вот, пришли, вот, я считаю, вот, это в то время самые звездные составы, крайними пришли, Женицы Искакова и Бахчедова, это из молодых, вот, они пришли, кстати, молодыми, юными, так, все, дальше началась перестройка, ну, в составе ансамбля Гульдер я объездила весь Казахстан, это не только зарубежные поиски, вот, тогда я поняла, вот, насколько трудна и неказиста жизнь казахстанского артиста, да, ну, так, потому что мы, считайте, обслуживали население, потому что это же не выступление, там, в каких-то центральных крупных городах, это вот районы, это все везде, потому что народ должен видеть, и вот это сейчас, кстати, исчезает, сейчас наши юные артисты ездят только по райдеру, бизнес-класс и крупные города только на какие-то мероприятия, мероприятия юбилей города, день города, юбилей компаний, а вот такого, чтобы гастрольные, гастрольные деятельности сейчас занимаются, я могу гордиться этим, что я из 45 лет, 20, 12 лет было отдано Гульдеру, 7 лет, это я училась, там была отдана ОМА, и вот 25 лет в казах-концерте, вот, Гульдер, это были гастроли, ты неделю дома три месяца на гастролях, неделю дома два месяца на гастролях, так что детства у наших детей не было, у нас не было рядом с детьми, за что они свободно могут на нас обижаться, но такова была жизнь детей вот того поколения, а вот после перестройки, когда живая музыка исчезать стала, мы не знали даже, что такое минус фонограмма, мы не знали этого, у нас были бобины, плюс для телевизионных съемок, вот тогда, вот много было людей, которые шли по дороге, половина из них осталась, потерялась, но кто дошел до конца, выдержал все эти тяготы, вот я благодарна Кенису Досики, который пригласил меня, встретив на улице, сказал, как, я сказал, музыканты ушли, живая музыка не нужна, музыканты ушли, потому что появились фонограмма, это все, и он говорит, пойдем к нам, ну, мы стали делать минусы, сначала кассеты, потом дискеты, диски, магнитофоны, ну, как-то вот выжили, выкарабкались, но было тяжелое время, концерты были по школам, по санаториям, больших концертов не было, если мы раньше 50 человек Гульдер могли поехать на гастроли, на самолете полететь с нашими костюмерами, с этими железными кофрами, в которых костюмы, обувь для балета, балет, на большие концерты 16 человек балета, поменьше 10, и нас было там солисток еще сколько, там же еще и есть пение под дамбру, есть киши, есть термиши, есть такие, и кроме эстрадных певиц, это огромное, и сзади 15 человек биг-бенд стоит, вот посчитайте, сколько мы могли летать спокойно, сейчас, когда говоришь, что можно с директором приеду, да, они начинают считать, да, но чаще всего бывает так, тебе бизнес-класс, а твоему директору эконом-класс, ну, и за это иногда говоришь спасибо, иногда бывает, что я не капризный артист, если я вижу, что у людей нет, я могу спокойно эконом полететь, да, ну, так, ну, такая картина, девочки, вот 45 лет, много это или мало, не знаю, но то, что вы начали с фестиваля, что вот он, дай бог, чтобы в этом году, восьмой год он прошел, вот, а начали-то со стилистов, вот, стилистов не было тогда, было КАСТО, театральное общество, которое шило раз, скажем, в два года костюм для артиста, мне всегда этого было мало, мы с девчонкой, вот в ансамбле Гульберг, мы сами себе все делали, я сама, я могу шить что-то более-менее простое, но костюмы, конечно, а вот уже после перестройки уже пошли дизайнеры, вот, но, как всегда бывает, вот у меня дизайнер сначала была Оксана Корби у меня немного была, у меня Куралай Нуркадилова была, ну, а потом появился Сергей Шабонин, я была у него первой клиенткой, и вот с 2001 года, на следующий год сколько, через два года 25 лет будет, да? Да. 25 лет, это мой дизайнер, я с ним советуюсь, но правда он называет меня тираном, деспотом, и что всегда своего добьюсь, но когда говорят, что, ой, вот у вас костюмы, меньше всего мне хотелось говорить об образах и костюмах, потому что прежде всего рождается песня, я очень большое значение отдаю текстам, текстам, что на русском языке и на казахском языке, вот, и после этого уже мелодия, если привлекает, и хороший текст, да, эти песни, под каждую песню образ создавать не будешь, в отчетных концертах эти песни объединяешь, есть песни ближе к народным, есть песни, имеющие такое народное звучание там мелодичное, лирические песни, есть песни женщины вамп, объединяешь блоками, и под каждый блок ты уже находишь образ, и когда ты приходишь и говоришь, хочу, и дизайнер тебе говорит, да, я говорю, как ты считаешь, вот так, мы советуемся, но когда я говорю, хочу, я пригношу и говорю, вот сейчас тренды всемирной моды, я никогда не пропускаю, вот говорю, вот были концерты, когда я пришла и сказала, тренды были большие плечи, асимметрия, фуражка, кстати, я надел раньше леди гагит, фуражка, я сказала, тюрбан, он сказал, какой тюрбан, их бывает, там типа бывают восточные и африканские, я говорю, покажи, он показал, я говорю, ну восточный мне не пойдет, у меня вот так лицо, еще вот так восточный, вот а африканский пойдет, но мы их сделали в стиле стилизованного казахского костюма, я так и поняла, что так и будет, вот и у меня три дизайнера великолепны, с которыми я работаю, с 96-го года я начала работать с Натальей Леонидовной Богдановой, это великолепные шляпницы, мастер головных уборов, которая получала золотую статуэтку у Лапидуса, но я не знаю, Оливье или Теда, кого я знаю, что в Париже она получила золотую статуэтку, в 96-м году я с ней познакомилась, когда впервые увидела ее шляпы в работах Алматинского технологического университета для выставки, для конкурсов в Санкт-Петербург, и даже пошла к ректору и сказала, я хочу купить эти костюмы с этими шляпами, он сказал, кто к нам пришел, какой продавать, какой купить, подарить, и в одном из платьев я даже снялась, да, ну сейчас я не 46, там была открыта спина, до, вы поняли, до, и это великолепные шляпы, я с ней познакомилась, и вот очень долго дружила, но не вот несколько лет назад она уехала в Россию, я очень жалею. С 2005 года я работаю с великолепным дизайнером, обувщиком Николаем Гребенщиковым, Николаем Гребенщиковым, и в 2005 году познакомилась с ним, и когда пришла, принесла, показала фотографии обуви такой-то, такой-то, он сказал, я говорю, можете такое сделать? Он сказал, мы не хуже итальянцев. А я знала, что он шьет обувь для верховой езды, для очень богатых людей, для фильмов, казах фильма, так все, начиная от национальной какой-то обуви и до современной, так что на сцене у меня везде дизайнерская обувь, дизайнерские шляпы, вот, и образ, костюм полностью дополняется, это Сергей Шабонин, главарь международных конкурсов, и мы с ним дружим уже, как, мы стали уже как родственники, как брат и сестра. Как-то недавно в интервью сказал, так долго мы с женой не живут, сколько я работаю с Лежаном Нурмагомбетовой, но он сказал, но она еще деспот и тиран, она может топать ножками и все равно своего добьется. Ну, я благодарна ему за то, что я очень креативно и авангардно, а он еще меня приглаживает, потому что все мы понимаем, что если чуть-чуть направо, влево, вправо, уже может получиться, как это говорят, китч. Вот, чтобы этого не было, для этого он и существует. И мне с ним интересно, и он тоже. Ему в последнее время не интересно, у нас нет костюмов, все потому, что я прибавила в весе, и он ждет, когда я приведу себя в форму. Ну вот, поэтому образ рождается в самую последнюю минуту, в последнюю очередь. Самое интересное, что у меня, наверное, вот я всегда говорю, и это правда, я не повторяю, не пою чужие песни. Сколько песен у меня плохие или хорошие, они у меня свои, написаны лично для меня поэтами и композиторами. И я пою чужие песни в проектах. Вот кавер-шоу был проект, был проект, когда зарубежные песни были переведены на казахский, но это было в проекте. Я ими не пользуюсь ни на тоях, ни в каких-то своих выступлениях. Я пела к Патрисию Касс на казахском языке. И то заставила поэта переделать песню, чтобы это там было, пелось лично. Обо мне девушки из Алматы и мадемуазель, которая выросла и любит джаз и блюз. Ну вот так. Так что, наверное, мое образование, я не жалею, что я его получила. Говорят, что я неплохо даю интервью. Но у нас всегда говорили, это вам, как журналисткам, нам всегда говорили, если ты идешь к писателю, брать у него интервью, прочти хотя бы одну его книгу. Если ты идешь к актрисе, посмотри ее в каких-то ролях в спектакле. Если ты идешь к певице, послушай ее песни. Ну вот так, чтобы было о чем говорить. Нам так говорили. Ну и потом плюс это уже возраст, опыт. Хорошо, если мудрость. Часто возраст приходит один, да? Да, часто возраст приходит один. Или, как говорят, я была молодая и красивая, сейчас только красивая. Ну вот такая картина, девочки. Жан, вы за время своего очень такого яркого сценического пути сотрудничали со многими композиторами. Назовите троих самых знаковых для вас и какие песни они вам написали? Ну что-то запомнило, что-то вот поворотное было. Но первый композитор, которого я назову, это Туриген Мухаммеджанов. Потому что когда они могли выговорить мою фамилию Нурмагамбетова, состоящую из 14 букв, говорили вон, Мендипойла пошла. Мендипойла кетта. То есть по названию песни Мендипойла. И это великолепный Мухагалим Ахатаев. Вот вторым могу назвать в своей жизни у меня не так много песен от этого композитора. Но он был тоже одним из тех, кто дал мне песню для своей пластинки. Это Кенес Дусикеев. Я могу его, знаете почему, не только как композитора. У казахов есть такое Кайнага. Это человек, он, наверное, из одного рода, со всего этого, с моим мужем. И поэтому считается меня Кайнага. Имя не называют, говорят, это неудобно, стыдно. Как старший брат, там типа мужа или кого-то. Кайнага оттуда. У казахов не принято называть имя, но я называю, потому что это заслуженный деятель искусства. Это композитор, великолепный. За его песню «Карагмай» весь казахский народ должен носить его на руках. А самое интересное, это он был инициатором. Он так гордился мной. Он был инициатором приглашения меня в казах-концерт. Он руководил, кстати, в ОМА, вот этим программой в АРТ, когда он еще был не женат. Я пришла, он ушел. Тогда ему было лет 30, где-то сколько-то. Я тогда еще запомнила. Настолько мудрый человек. У меня рано ушел отец. И как-то присутствие этого человека в моей жизни, как старшего брата, почти как отца. И это он примчался ночью, когда я попал в страшную аварию в 2000 году. Это он примчался в больницу вместе со своим сыном. Они доставали, бегали лекарства среди ночи. В 3 часа ночи мне делали операцию. Который ушел во время пандемии. И еще могу гордиться тем, что у него столько песен, за которые, я не знаю, он настолько маэстро. У него песни, имеющие новое звучание, новый ритмик, восстановление, создание ритмики казахских песен. И у него есть единственная песня на русский текст, написанная на стихе Марины Атамковой, которая называется «Я люблю». И эту песню он доверил мне. И эту песню я записывал тогда, когда в 2008 году, кажется, когда у него был юбилей, а перед юбилеем его чуть не потеряли. И Юрий Пя в Астане делал ему операцию, в это время на студии. Я с комом в горле еле-еле записывал эту песню. Потому что это песня о любви, которую он посвятил своей половине. Боян Генесовне, Боян Тате. Мне было трудно. И я в концерте спел эту песню, уже потом. И потом, благодаря этой песне, Марина Атамкова, у нас был совместный труд, мы написали целый альбом на ее стихи. Вот, Кенез Дуси Кейв. И третий, ой, господи, у меня, наверное, я не могу только троих назвать. Потому что перед тем, как я назову Бахтарали Жумалина, который после аварии я встала на ноги, и была вторая волна некой моей такой популярности, благодаря этой песне, которую написал Бахтарали Жумалина. И опять же, на словам у Кагали Махатаева, это была песня Бахаттики. Которую, когда я встала на ноги, не было ни клипа, я ее нигде не пела. Просто ее, оказывается, вот тогда было 50%. Вы помните, звучание должно быть на казахском языке. В это время Бек Уралбеков отнес ее, который со мной тоже попал в аварию, но он несколько раньше вышел. И эту песню он отнес на русское радио Европа Плюс. И казахи с 12 до 6 утра слушающие песни, оказывается, она прямо после 12, прямо первая стояла. Настолько они выучили слова. Они выучили эту песню и встала на ноги. И вот поэтому Бахтарали Жумалин, он сделал молодой, когда он приехал по всем звездам, прошелся, то есть позвонил, никто с ним не смог встретиться. И последняя, кому он позвонил, это была я. Я с ним встретилась 3 дня, 3 ночи я слушала и отобрала у него 7 песен, потому что он привел их на кассетах, скрипучих, шипучих, там это. Я слушала 7 песен, и первая песня, которую я успела записать, это была Бахтиген. Но правда, когда он во второй раз прилетел, и опять я с ним последняя встретилась, потому что всем звездам позвонил, спросили, кто ты? Он сказал, я автор песни Бахтиген, которая поет Айджану, но все встретились. Но все равно они не заметили еще одну песню, разобрали все песни, которые были посвящены Тоям. Вот такие, Козату, Цаугисер, Той, Той. Но одну песню они не заметили, песню Айяулана. Возможно, они не прослушали, не дошли до припева. Мне понравился припев, куплет мне не понравился. Но я тогда поговорила с ним и сказала, давай-ка, ты не против, если куплет напишет, музыку напишет Бек Уралбеков, а припев останется твой. А ты не против, если в третьем куплете, это песня о матери, которая осталась в ауле, а ты в городе скучаешь по ней. И в третьем куплете были слова, но когда твоя мама приедет и забьет твой холодильник, на казахском это так звучало, и сказала, можно третий куплет изменим? Изменим, и слова напишет Абдрахман Аслбек. Он сказал, я не против. Поэтому у этой песни четыре автора. В музыке это Бахталий Жумалин, Бек Уралбеков, и стихи, вот забыла, актюбинского поэта. И плюс Абдрахмана Аслбек. Вот, и еще одну песню, которую никто не заметил, это был опять великий Мухгалим Акатаев, это песня Умер Зин. Из тридцати песен эти две никто не выбрал, они достались мне. А я ни на одну песню из этих ранних звучавших не поворачивался, я повернулся только на эти две песни. И спросила, их кто-нибудь взял? Он сказал, нет. На песню, когда я улана, я когда обернулся, он сидел, плакал. Композитор Бахталий. Я говорю, почему он говорит, самая дорогая для меня песня. Я говорю, ее никто не взял. Но они, видимо, первую припев они не послушали, они послушали начало. Я никогда не отказываюсь от встреч с молодыми самодеятелями, даже композиторами, потому что, потому что, если их посылает Всевышний, а вдруг это шедевр. И это пройдет мимо меня. Поэтому я никогда не могу сказать нет. Я всегда прихожу, послушаю. Когда мне говорят, не смотри этот фильм, не читай эту книгу, не слушай эту песню, это плохо. Я все равно пойду, прочитаю, посмотрю, послушаю, потому что мне нужно иметь свое мнение. Я обязательно это сделаю. Если ругают, я пойду посмотрю, за что ругают. Если фильм получил Оскар, я обязательно должна увидеть, за что он получил Оскар. Вот такой у меня характер. Это же очень круто. Да, потом многие вот только вчера или позавчера на казахском языке в одном мне задали вопрос. Как вы относитесь к успехам коллег? Я сказал, я радуюсь, я могу взять, поднять трубку, позвонить и сказать, как было здорово. Но правда, почему-то я никогда не дожидался, чтобы мне позвонили, сказали. Они все засмеялись. Но к чему они так говорят? Успехи коллег помогают тебе двигаться дальше. Двигаться дальше, развиваться творчески, не останавливаться. Но это же правда. Да? Мотивирует, да? Да, мотивирует на что-то еще. Вы также играли в кино, не играете в кино. Какая из вами сыгранных ролей вам больше всего нравится? Они все разные. Мне нравится фильм полнометражный, в котором я сыграла маму главного героя. У меня было всего три съемочных дня. Первый день я была в роли мамы, которая готовит завтрак там, с мужем. Там поздравляет сына с окончанием университета, дарит подарок. Такая. Второй день я просто как жена, слежу за мужем. Он думает, что я уснула и там, чтобы пойти. Но я все уже там подготовила, ес, все сделала. Так что там, то, что он хотел там типа принять, там уже совсем не то. И третий день мне особенно понравился. Но правда я попала туда с этими ногтями, не знала как. И надо, я вот сидела, прятала, как я прятала, как я это делала. Чуть что они хотели, айжа в ногти. Но я сидела в таком, в такой одежде. Шестнадцатый век. Сидела в юрте. И в одежде шестнадцатого века. Вот как будто с мужем. И вот маме понравился этот кадр. Она говорила, если бы его чуть-чуть продлили. Там совершенно без краски. Ну тончик, конечно, был. Очертания губ, тон. Все. И вот эта одежда национальная, так как это вот такая. Не такая вот прямо национальная там. А вот именно как вот пожилая женщина, замотанная, обмотанная. Сидит там. Вот. И понравилось маме. Я говорю, почему? Она говорит, почему такой быстрый кадр. Смена кадра. Я говорю, а что? Она говорит, ну чтобы увидели все те, кто видит себя только такой авангардной, эпатажной, такой креативный, посмотрели бы, что ты можешь быть такой. Вот так же и в песнях. У меня есть песни разные. Я никогда не считал себя певицей одного стиля, жанра, за что меня вычеркивали, вырезали иногда из концертов. Потому что я считал, что песни на казахском языке должны быть и стиле твист, и стиле джаз, и стиле блюз. Понимаете? И в 94-м году просила написать мне рэп на казахском языке, где меня повертели у виска и сказали, такого быть не должно и не может. Меня вырезали из... За то, что у меня штанишки были не такие. Да, что вот так. А это были штанишки аля Рафаэла Карра. Моя любимая, значит, когда помните, она приезжала в Москву, и вот в этих штанишках, она по площади там это... Скопья, скопья, весь скопь. И я эти штанишки увидела в доме моды, в нашем журнале, в нашем балматинском доме мод. Увидела в журнале, пошла туда, зажав в руках 200 рублей. Это огромные деньги. И сказав в 85-м году, я еду в Москву представлять Казахстан на 12-й всемирный фестиваль. Я хочу купить у вас вот этот костюм. Ну что, посмотрели на меня так это? Говорят, дайте ей. Я такая, а сколько это стоит? И говорит, 60 рублей. И такая, ура! Я-то 200, думаю, вдруг 250. Ура! 60 рублей. И я в этом костюме уехала в Москву, в нем выступала. Там, конечно же, сходила в чародейку, записалась на прием в чародейке, сделала такую моднячью стрижку. Ну, вы можете представить, 46 килограммов, цыплячья шея, платье с национальным орнаментом стилизованное, и такая, и здесь такая челка, и здесь сбрита. Ну, так. Потом у меня был опыт, я на метро, в метро, на такси поехала в дом молодежной моды, увидела там великолепный костюм, вот, сказала, спросила, посмотрела, там что-то еще купить, и сказала, я приеду. если я поехала за 6 рублей на такси первый раз, второй раз я за 5 копеек проехалась на метро, потратив то же самое время. Ну, вот такая картина. Айжан, как вы считаете, качество казахстанской музыки и эстрады в последнее время улучшилось? Если да, то кого из молодых исполнителей, кроме Димаша и Иманбека вы могли бы назвать перспективными, интересными, на кого можно? Иманбек и Димаш это те, которые вырвались вообще на международную арену, да. Ну, и кто я, чтобы оценивать, я могу сказать, кто мне нравится, да, Димаш, это, ну, что-то это феноменальное. И такое бывает, я могу только вспомнить, хотя мне кажется, он не любит это сравнение и не хотел бы. Был великолепный Эрик Кормангалеев. Не повезло жить в эпоху перемен, перестроек и так далее. Феноменальный, это гениальный. Вот. Такие люди рождаются раз в тысячу лет, наверное, с таким голосом все. Вот. А Иманбек, Иманбек, вот это говорит еще раз о том, что если человек настолько увлечен, то он все равно добивается. и есть, конечно же, ее величество случай, ее величество удача, все это есть. Но и в то же время никто же за него это не сделал. Он сам это сделал. Это, это люди, которые принесли известность нашей стране. Это так же, как мистер Головкин. Это же люди, которые приносят нашей стране узнаваемость, которые любят. Вот. А молодых, вы знаете, можно по-разному относиться, но столько молодых, которые мне нравятся, певцы. Я просто боюсь кого-то не назвать. Мои любимые, как всегда, вот в связке одной, это Алишер Каримов, Хайрат Тунькеков. Я их даже друг от друга отвязать не могу. Это великолепные, два великолепных разных певца, да? Это супер какие. А помните Амре? Я его помню, когда он начинал, когда он выходил. Он даже был наши самые первые. И что изменилось после того, как он принял участие в программе Маска? Это весь Казахстан просто, я не знаю, влюбился в Амре. А вот он великолепный был и раньше. Я не знаю, то ли чему-то приходит, сначала, то ли проявить негде было. Спасибо, благодаря этому проекту. Он уже великолепный, гениальный певец. А помните, как он голос в российском голосе участвовал? Он же настолько там всем понравился и до сих пор. Я не могу. Это Аназима. Да. Вот вторая вот еще девочка есть, как ее? Сеймо? Да, вот, чтобы он при монтаже был. Аназима, Асеймо. Вот они же здесь пели, в группах пели. Но почему-то получается, что как только они выйдут за пределы нашей страны, там становятся известными и сразу начинают оценивать здесь. Но я думаю, что и здесь у нас даже без этого. Вот мне очень нравится певица Аяу. Мне нравится певица Аяу. Даже ее песню я на кавер-шоу спела. Ну, нравится. Мне ее мелизматика. Это юная совершенно девушка. А певица Янлик, которая, кстати, от которой позвонили, сказали, можно вашу песню Менди Пойла, она споет на проекте Иск Таспа, старая пластинка. Я сказала, конечно, но я Янлик ждала от тебя, чтобы ты там еще и рэп вставишь, там что-то такое, ты спела прям, ну, честно, как я когда-то молодая. Первый раз. Так же, даже мелизмов нет. Менди Пойла Саму Вой Ксеткин. Вот так вот. А я ждала от тебя, Янлик. Но мне многие говорят, чтобы я, я говорю, мне неудобно, я же взросла, старше, предложить коллаборацию, спеть с ней вместе и снять клип. Я думаю, ну, если ее продюсеры услышат, мне же неудобно предлагать. Вдруг я для нее такая старая, неинтересная, сделать такую коллаборацию. Ну вот. А Казбек Кураиш, я прежде услышала его песни, а потом я песню услышала, влюбилась в песню Тапт Маусена, и вот я ее выбрала для кавер-шоу. Надеюсь, он на меня не обижается. Вот. Очень много певцов, певиц, знаете, совершенно других. А как мне нравится, когда в караоке-шоу я пошла участвовать, я говорю, а у вас есть песни Калифорнии? Они говорят, нет. Вот можно понять, что мне нравится Калифорния? Вот это же все молодые. Я боюсь кого-то не назвать. А один Джохалип, чего стоит? Вот видите, как все. Это гордость Казахстана. Я думаю, они все есть такие певицы, но они не самые молодые, они немножко уже постарше, которыми я восхищаюсь. Стилем этой певицы, ее Ледуша. Это, ну я не знаю, это самое стильное. Когда мне говорят, что я такая-то, такая-то, я сразу представляю вот кто. Но она моложе, конечно. И Дельнас, какой тембр, за один тембр можно же ее, не знаю, возлюбить. Как в наше время говорили, единственное, что иногда бывает, что текст немножко бывает непонятен. Вот это, наверное, вот многие жестко говорят, к логопеду там надо и так далее заниматься. Это стиль такой. Я прекрасно их понимаю, но это стиль такой. Но возможно он укоренится, возможно он не останется, а вдруг завтра это станет шедевром. Так что я в тренде, я на волне и я хочу. Какие у вас планы, какие вы планы строите на этот год? У меня есть любимая поговорка на этот счет, не моя выражение, которое я люблю говорить, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Нет планов. Я бегала в 2000 году и говорила, у меня 20 лет и у меня концерт, и у меня концерт. И вот тогда Всевышний сказал, стоять, когда я скажу, тогда и будет. И уложил меня почти на год. Поэтому планы нет, есть мечта сделать концерт наконец-то, а то пандемии эти все, они немножко, да и схуднуть бы мне надо бы, привести себя в порядок, а то Шабунин уже все, говорит, не буду шить, пока не скинешь вес, прекрасный план, я считаю. Вот, и поухаживать за собой бы надо, а то второй подбородок, у меня даже блефора нет, стыдуха. Так что поухаживать за собой, вот есть такие не планы, а мечты, и дай бог, чтобы у меня появились, чтобы мой фестиваль был включен в бюджет города, это раз, это мечта номер один, мечта вторая, чтобы у меня были спонсоры, появились спонсоры, которые, которые хотели бы услышать еще новые песни Айжану Магомбетову, которая хотела бы провести великолепный концерт, шоу во дворце республики, можно еще и в центральном концертном зале в Астане. Очень сильно, вот недавно мне звонила девушка и сказала, вы когда-нибудь можете дать концерт? Но они уже говорили, вы не собираетесь у нас в Муз-кафе дать концерт? Мечтаю, мечтаю, для этого нужно просто встретиться с какими ребятами, может быть, группа Проспект пойдет мне на встречу, Стас, ты приехал? Стас, вот, может быть, они мне как-то сделать с ними репертуар, да, и выступить очень хотелось бы, и спеть там то, что невозможно спеть на тое, что невозможно спеть в концерте, в таком большом, ведь есть песни, которые не поются, они не для тоев, они для больших концертов, у меня только сцене посвящено было три песни, а я их на тое не могу петь, это благодарность сцене, есть, это песни посвящения, их не споешь на тоях, вот так, есть мечты, и дай бог, чтобы они сбылись, мечтать надо, как Кларочка Кузинбаева сказала, да, Кларочка, я живу без единой восьмерки, но ты мне сказала, что я должна мечтать, и мечтать я должна о крупном, правда, я тебе сказала, о яхте, о вилле, кто же в моем возрасте, даже, я же сама не куплю, а кто же в моем возрасте, такой, как я, подарит виллу или яхту, Кларочка, поздно пить боржоми, где ты раньше была, поэтому есть маленькие мечты, вот, которые, дай бог, чтобы эти мечты сбылись, вот, буду бежать в мечте, но уже бежать не сильно могу, иду к мечте, поползу к мечте, но не смогу, буду лежать в сторону мечты. Айжан, в заключении, дайте, пожалуйста, совет тем, кто начинает свою карьеру и стремится к славе, есть же такие люди, с чего начать, на что обратить внимание? К славе певицы, актрисы, слава, она разная бывает, посмотрите, сколько у нас известных людей, которые совершенно по другим поводам прославились, да, ну, не дай бог, конечно, там прославиться в негативном ключе, а слава, она, нет, меньше всего, наверное, нужно думать о славе, как это у казахов говорят, хочешь стать известным, подожги степь, да, но этого не стоит делать, да, 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 так и говорят, вот есть такая пословица, нет, когда ты перестаешь думать о том, что хочешь быть известным, тогда становишься известным и популярным, если говорить про артистов, да, 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 есть певицы, которые, например, может 15 лет или сколько-то, шли к своей славе, не могли ее добиться, популярности, скажем, да, и вот он благодаря одной песне могли взлететь на вершину успеха, но это другое, это другое, это его величество случаев, когда просто тебе попалась песня, которая понравилась людям, потому что есть же, ну и с другой стороны, песни тоже надо уметь выбирать, но хотелось бы, чтобы эти песни несли что-то, хоть какое-то, даже в песнях о любви, даже песня о любви, просто о любви, даже шуточная, она должна нести какое-то добро, и пользу, и совет, чтобы после твоей песни даже о любви могли встряхнуться и сказать, а не дождетесь, у меня еще все будет, вот же оно как, главное, чтобы достучаться, достучаться до сердца, а то много, бывает много песен, которые не остаются ни здесь, здесь они не могут остаться, а сюда не достучаться, вот нужно как-то так, чтобы, чтобы они оставались здесь и заставили сердце или радоваться, или плакать, вот так, поэтому я не могу сказать, что от чего это зависит, и как им начинать карьеру, карьеру не надо начинать, ее надо делать, пахать и все, просто работать, не ждать его величества случаев, просто работать, ведь тот же самый, Иманбек, он же просто пахал, он же пахал, у него же куча была, наверное, про того, что он сделал, и вот что-то выстрелило, правильно, а вот он же просто пахал, так, можно записать 200 песен, думать, что это будет хитами, но только одна может выстрелить, а что такое 200 песен, это пахата, это работа, так, ни за какие деньги, ни за какие красивые клипы, человек не становится популярным, можно запомнить клип, можно увидеть красивый клип, а песню можно не запомнить, все зависит от ума, вот задают же вопрос, что самое привлекательное для вас, ну, женщины, кто-то сказал, женщины умнее, вы же не можете сказать, что можно влюбиться в мужчину, из-за того, что у него красивые ноги, нет же, мужчины, женщины умнее, и что серое вещество у женщины дороже всего, доброе сердце и ум, вот и все, когда меня спрашивают, самые лучшие качества в мужчине, я говорю, доброта и сила, сила и доброта, это не отнять, сила, чтобы защитить добро, а доброта, для того, чтобы не быть злым, это проект «Заметные люди», где звезды делятся своим мнением и своими историями, обеседовали с вами Анжелика Бесенова и Лейла Хакимжан.